Добрый день уважаемые садоводы и огородники. Сегодняшняя наша тема обработка малины от болезней и вредителей весной. Проводится такая обработка в марте-апреле до появления набухающих почек. Но прежде чем приступить к обработке, проводим осмотр кустов, делаем обрезку и рыхлим почву. Благодаря профилактическим процедурам мы оградим наш малинник от вредителей и болезней. Правильный уход в начале вегетационного периода растений и будет залогом хорошего развития и прироста здоровых побегов, которые дадут нам хороший урожай. До пробуждения почек растения опрыскивают смесями из фунгицидов и инсектицидов. Из фунгицидов хороший результат дает медный купорос. Также очень эффективен железный купорос. Бардокская смесь. При опрыскивании в ранний период мы боремся с курчавостью, антракнозом, малиновым жуком, долгоносиком. Такие мероприятия проводятся при теплой погоде от 5 до 8 градусов Цельсия. Для жителей средней полосы такая обработка проводится с середины марта до середины апреля, в зависимости от погоды. Инсектицидов же существуют тысячи разновидностей. Например, такой инсектицид, как октора, дает длительное действие защиты от насекомых и вредителей. Обработка малины весной медным купоросом и бордокской смесью предупредит возникновение грибков, а химикаты уничтожат споры в земле и на тканях растений. Если в прошлом году на вашей малине было вредителей, то в следующем году нужно обязательно применить химию, например, хлорофос, нитрофен, актелик, топаз, фундазол, железный медный купорос. И запомните, что обработку малины нужно проводить с соблюдением правил безопасности и по инструкции, указанной на упаковке. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы в дальнейшем получать полезную информацию. Всем спасибо за просмотр!